А как мне объяснить? А вот так объясните, что у тебя есть два папы, один папа, он воспитывает тебя и дает тебе любовь, знания, а другой дал тебе рождение. Ему так тоже надо быть благодарным. У человека может быть много матерей, много отцов. И в этом нет проблем. Вам надо сейчас учиться быть сострадательным. Нет, иначе вы получите также несострадательность по отношению Господа к вам. Вот Господу не нравится ваш вопрос в моем сердце, потому что он всего лишь указывает на вашу скупость. То есть для психики пятилетней девочки будет нормально, если вы сейчас объясните ей, вот как устроен этот мир, что бывает так, что люди не живут вместе, что у нее есть отец, который дал ей рождение, у него есть болезнь, ему тяжело жить. Ну, главный отец твой тот, который тебя воспитывает, это всегда так. А есть еще тот, который дал тебе рождение. И вот он иногда приходит, и надо ему сказать спасибо, если он тебя поздравит. А еще спасибо большое. Здесь проблема ведь не с девочкой, а с вами. Если вы с любовью как бы объясните все ей, тогда и она все с любовью воспримет. Понимаете, надо в жизни принимать все, что судьба дает. Вам судьба дала этого человека и жизнь с ним. Вам надо быть благодарны судьбе за это. Если вы не будете благодарны, то ваша девочка, она, несмотря на то, что сейчас у вас хорошее отношение с мужем, она не будет полноценной личностью, потому что у ней подсознательная часть какая-то будет в жизни, которая будет страдать. Вам надо переварить в сердце молитвой вашу боль в отношениях с прошлым мужем. И простить ему все. И вам надо, это даст вашей девочке облегчение в жизни сильно. Спасибо большое. Иногда нужен старший, чтобы какой-то блок в сердце человека снять, зажим какой-то. У кого сейчас тяжелая ситуация в жизни? Поднимите руку. Вот женщина. Ага, вставай. Вы пока успокойтесь, сосредоточьтесь, сейчас микрофончик поднесут, мы с вами поговорим. Спасибо. Ее отец появляется каждые полгода, обещает ей кучу всего. И считает ей. И он пока хоть и полгода страдает. И через полгода это повторяется. Простите, пожалуйста. Ну а надо сказать ребенку, что то, что папа вот обещает, он не будет выполнять. У вас есть муж сейчас? Да, надо сказать ему, что то, что папа наобещал, он не будет выполнять, ты на это не обращай внимания, но уважать его надо все равно, несмотря на что. Не будьте эгоисткой. Каждый человек имеет право на своих детей. Даже если человек этот не очень хорош. Просто право может быть не таким выраженным, может быть, у него нет возможности быть близко в отношении, но что сделать? Деверийский монастырь, да? Спасибо вам большое. Я уверен, что у вас вопросы никогда не закончатся ко мне. И также знаю, что если вы будете ближе к верующим людям, найдете себе в жизни наставника, тогда вам будет легче задавать вопросы старше. Я не буду сейчас отвечать уже. Просто отвлекайте время с ветра. Я не буду отвечать на вопросы. После лекции тем более. Вам надо научиться самим решать свои вопросы. Мои ответы — это хорошо, но они должны звучать в ваших сердцах. С помощью молитвы вы должны возбуждать знания в своем сердце сами. Понимаете, я не смогу, даже если я постоянно буду отвечать на ваши вопросы, если я кому-то ответил, через несколько дней у него будет возникать новый. Понимаете, в этой жизни невозможно человеку все рассказать про его жизнь. Эти все вопросы и ответы должны решаться с помощью вашей собственной молитвы. Вы должны сами учиться это все делать. Но больше того, каждый из вас должен иметь наставника в своей жизни, в вашей вере, в вашей традиции, в вашей культуре. Нужно ближе быть к Богу. Когда человек верит, верит в Бога, у него все обязательно есть старшие, равные, младшие, те люди, которые помогают, дают близкое общение. В современной культуре люди живут только работа, дом, семья, понимаете, нет духовного общения. Это означает, что нет близкого общения, потому что даже в личной жизни в семье люди не могут сердца во всем открыть. Часто человек может сердце открыть только старшему в каких-то сложных вопросах жизни. А близким человеком не все можно сказать. Понимаете? И для того, чтобы было такое общение со старшим, нужна духовная практика и нужна своя вера. Нужно найти свою веру в жизни. Это очень важно. Если у вас нет, значит у вас нет возможности близких отношений, потому что когда человек живет только работой и семейной жизнью, это жизнь страсти. Жизнь благости означает, что есть духовная жизнь, духовная среда, где можно открывать сердце, решая духовность проблемы своей жизни. С помощью старших, которые не настроены на то, чтобы что-то с вас иметь и так далее, которые хотят только помогать. Это очень важно понять. Поэтому, кто из вас расстроился, что он не смог мне задать вопрос по-демителю? Вам надо завтра час помолиться с утра, и вы получите ответ на свой вопрос. Хорошо? Просто не лениться душой. И лениться душой. И говорите. У нас сейчас идут очень серии очень таких важных дней. Каждый день знаменуется чем-то очень важным. Например, завтра вечером начинается католический праздник. Рождество Христово. То есть Господь рождается для того, чтобы победить все страдания всех людей. Рождается для того, чтобы мы молились на Него, для того, чтобы думали о Нем. Для того, чтобы служили тем, кто служит Ему. Для того, чтобы читали Священное Писание. То есть Господь рождается на этой земле для того, чтобы подарить нам счастье. И мы также рождаемся на этой земле для того, чтобы сдавать свои экзамены. Мы можем также дарить счастье. Вот, например, многие люди принесли мне цветы и сюда положили, поздравили, принесли какие-то подарки. Это счастье. Но у человека все равно в жизни бывают трудности и страдания, с этим ничего невозможно сделать. Я бы хотел, чтобы вы все были счастливы, но я могу это сделать только с помощью знаний. Я не могу сделать так, чтобы раз, вот и вы все были счастливы, потому что Господь этого не хочет. Он хочет, чтобы вы все очистили свое существование через знание. Сегодня у нас очень важный день, во время которого мы будем набираться силы на следующий год. А в следующем году нужны обязательно силы. Когда время имеет четыре этапа создания трудностей, эти четыре этапа действуют в личной жизни, в семейной жизни, в жизни страны и в жизни земли. И первый этап трудностей – это страх. У человека появляется страх. Он начинает чувствовать, что что-то в его жизни не так происходит. Ему страшно жить. Он чувствует, что у него какие-то трудности возникают. Второй этап вызывает ощущение несправедливости. Или чувство, что есть какие-то нехорошие люди вокруг. В рамках одного человека чувство несправедливости в своей жизни. В рамках страны, что есть хорошие люди, есть плохие. Есть хорошие страны, есть плохие. В рамках семьи – это чувство несправедливости по отношению ко мне от близкого человека. Это второй этап влияния времени, увеличение влияния времени плохого. Ну то есть, другими словами, время, оно обязательно ставит нас на колени, понимаете? Оно может дойти до четвертого этапа, если мы не живем в молитве. Нежелательно, чтобы к лишней жизни человек доходил до четвертого этапа влияния времени. Понимаете? Третий этап влияния времени — это двойственность. Есть враги, есть друзья в нашей жизни. Например, у нашей страны есть враги, есть друзья. Это означает, что уже третий этап сгущения красок произошел. И четвертый этап, вы сами понимаете, это ужасный этап, в котором гибнут люди. Это война. Допустим, вот мужчина попал на второй этап сразу. У него ребенок получил травму. И он испытал ощущение несправедливости в своем сердце. Это ощущение несправедливости — второй этап. А кто-то вышел на третий, они начали ругать ваш образ жизни. Понимаете? То есть они попали в эту ситуацию, третьего этапа. А есть еще четвертый, когда в суд на людей подают и так далее. Неожиданно. Когда события, судьба так начинает действовать. Сами подумайте, на каком этапе находится сейчас наша страна в взаимоотношении с странами, с этим миром. Первый этап — это страх, что будет дальше. Второй этап — это что есть те, которые не принимают нашу жизнь, нашу культуру, наше понимание вещей. И третий этап влияния времени — это вражда, есть враги. И четвертый — война. Я не вижу, что в 2016 году наша страна вошла на четвертый этап. Такого не вижу. Но вот в 2017 году, в марте-апреле, такое возможно будет. Я уже вижу это время, в марте-апреле 2017 года, где мы будем сдавать все свои экзамены в жизни, наша страна. Если мы будем духовны и сильны к этому времени, тогда не будет никакой войны. Но если мы неправильно поймем события, тогда может быть война. Я не знаю, будет она или нет, потому что некоторые люди спрашивают, а точно скажите, как будет. Вы знаете, в этом мире не бывает так, чтобы люди обязательно должны страдать. Потому что этот мир, он предназначен только для учебы. Если, допустим, человек живет в молитве, если страна духовно развивается, то ей не нужна война. Зачем ей нужна война? Война — это наказание. Понимаете? Войной люди наказываются за то, как они живут. Поэтому каждый из нас должен понять, зачем нужна человеческая жизнь. Человеческая жизнь нужна для любви. Она нужна для того, чтобы мы учились любить. Понимаете? Для того, чтобы в этой любви мы победили все препятствия в жизни. И если, допустим, у вас в семье эти три этапа проходят, как сначала страх, жить с близким человеком, потом чувство, что у нас никакая несовместимость, потом вражда, а потом разруха. Понимаете? И все эти четыре этапа можно просто молитвой победить каждому из нас. Просто человек контактирует со святостью, с любовью. И в результате этого контакта четвертый этап, когда человек хочет уходить из семьи, превращается в третий. Третий превращается в второй. Второй превращается в первый. И потом даже страха не остается жить с этим человеком. И все это благодаря контакту со святостью. И мы должны учиться любить Бога. Понимаете? Мы должны учиться думать не о своих событиях в своей жизни, а учиться думать о том, что Господь действует в нашей жизни, и радоваться Ему. И сейчас вот будет мой сюрприз. Я случайно здесь встретил одну девушку, которая на самом деле, она на наших фестивалях благость поет, и она сама сочиняет песни, она очень красиво поет. И так как завтра Рождество по-католически, а сегодня у нее день рождения, вот, я, на самом деле, это была моя мечта, чтобы она спела на моей лекции. И так как сегодня все мечты сбываются, потому что мы отмечаем Новый год, поэтому она сейчас прославит Господа, и радость вселит в ваши сердца. С днём рождения, Антонина! С днём рождения, Антонина! Так у нас сегодня начинается праздник, чувствуется праздничное настроение. Итак, 2016 год будет годом нашей победы, потому что мы осведомлены о том, что в этот год нужна победа. Совершенно не пройдет простая жизнь. Если вы будете жить без молитвы, обязательно вы пожалеете об этом, потому что ситуация будет тяжелее, она будет становиться тяжелее, только для того, чтобы вы научились духовной жизни. В этом мире существуют в жизни две фазы судьбы. Одна фаза, когда всё хорошо, и в это время люди не развиваются, они просто отдыхают от жизни. Эта ситуация называется сном души в нашей жизни. Достаточно долго спали, теперь наша стена должна пробудиться, она должна стать сильной, окрепнуть. И уже 15-й год укреплял наш народ, и 16-й год поставит точку. Где-то в мае 16-го года произойдет перелом. Наша страна начнет крепнуть, она станет с колен, она станет сильнее, она станет могущественной. и для этого нужно, чтобы сердце каждого человека боролось за свою судьбу, за свое счастье. Этот 16-й год принесет всем экзамен. Или человек будет развиваться духовно, в молитве жить, и пытаться получать силу от Бога, и получит милость, получит победу над своей судьбой, получит развитие своей жизни. Или он получит наказание. То есть, будет необычный год. Это будет год испытаний для каждого из нас. И это будет самый лучший год в нашей жизни. Потому что всегда самая лучшая в жизни человека — это его испытания. Если бы не было трудностей, не было бы развития человеческой души. Я уверен, что ни один из вас бы не пришел сюда, в этот зал, если бы у вас не было трудностей. Поэтому нужно благословлять, нужно радоваться трудностям в своей жизни. Нужно говорить спасибо своей жизни за те трудности, которые были, которые дали возможность нам встретиться, дали возможность нам развиваться, дали возможность нам становиться крепче, сильнее, и таким образом получить результат своей человеческой формы жизни. Потому что человеческая форма жизни предназначена только для постижения души. Человек должен понять, что он душа, означает, что он очень глубокий, очень чистый, очень светлый, очень счастливый изнутри. Что цель его жизни — это служение людям и Богу. Что он должен забыть про свои трудности и про себя. И должен направить свою жизнь на помощь всем, кто находится вокруг. На то, чтобы простить своего настоящего мужа, бывшего мужа, для того, чтобы быть снисходительным, для того, чтобы быть глубоким, для того, чтобы быть настоящим. Именно этому будут учить нас артисты. Это замечательные люди. У меня целая команда соратников, друзей, которые выполняют в жизни мою мечту. То есть они поют нравственные песни, вот как Антонина, песни, которые прославляют Бога. Видите, она не пела о том, что нам надо в жизни, чего мы хотим, как все обычно поют. И так далее. Она просто радовалась Богу. Вот это самая лучшая эмоция, которая только существует в Америке. Когда человек радуется Богу, он сразу же побеждает свою судьбу. Веды говорят, что все грехи сгорают, как дрова в костре, когда человек забыл про себя и просто радуется Богу. И вот весь спектакль будет посвящен этой благодарности по отношению к Богу, которая должна звучать в сердце каждого из нас. Понимаете? Если человек настроен в таком состоянии сознания находится, то тогда Бог радуется человеку. Понимаете? Когда человек думает о трудностях своей судьбы, Бог перестает в виде того, кто просто в виде судьи. Понимаете? Он как бы просто зачитывает приговор или амнистию. Понимаете, да? Но если человек перестает думать о себе и начинает служить Богу, радоваться ему, думать о нем, тогда Бог думает о человеке. Он решает его проблемы. Потому что до этого момента мы его не пускаем. Мы не даем это делать. Мы сами хотим решать вопросы в своей жизни. Понимаете? Он всегда готов нам помочь, но мы не даем ему это сделать, потому что мы хотим сами. Мы не хотим ему служить. Мы не даем возможности ему служить нам. И сегодняшний день будет посвящен тому, что мы должны забыть про себя. Потому что чем больше накаляется атмосфера в мире, тем у людей больше охватывает страх и мысли о себе. И тем больше они попадают под влияние своей собственной судьбы. А когда человек отвлекается от себя и начинает заботиться о других, думать о Боге, тогда его судьба не может сломать его и не может на него влиять. В это время влияет милость. Понимаете? В этом мире есть две силы. Судьба и милость. Милость идет от Господа и святости. Поэтому, когда человек живет для святости, он скланяется к святому человеку, прославляет его, хочет жить для его милости, миссии, хочет делать так, как он считает, выполнять его наставления, святого человека. Когда человек живет в такой жизни, то тогда его судьба не может коснуться его. Он стоит выше тогда в этом случае своей судьбы. Но когда человек пугается своей жизнью, какой-то испуг наступает, в этот момент этого испуга человек попадает в сети судьбы. Понимаете? То есть, когда человек в молитве побеждает испуг и верит, что все будет хорошо, тогда в этом случае судьба не может его сломать. Но когда человек пугается, попадает в стадию испуга, потом начинает кого-то обвинять, потом начинает враждовать, потом начинает уничтожать. Это так действует судьба. Понимаете, часто люди думают, что вера в Бога означает всех уничтожить и установить свою веру. Вера означает любовь. С помощью уничтожения невозможно установить веру. Вера в Бога устанавливается только через любовь к людям. Так делала мать Тереза. Так делал Серафим Саровский. Так делал Сергей Радонеж. Так делал Махатма Ганди. Понимаете, он никого не хотел уничтожать. Его сажали в тюрьму, его пытали, а он все равно любил. И говорил по-человечески. Вам надо оставить нашу страну. И вы сами будете счастливы в этом мире, и мы будем счастливы. И они, в конце концов, они причинились ему. Соттысячная армия англичан ушла из Индии. Благодаря облиянию одного человека. Без всякого имени. Мир и любовь всегда стоят выше насилия. Запомните это. И насилие в этом мире появляется как ответная реакция на нашу жизнь. Если мы не хотим быть ближе к Богу, если мы не хотим с Богом жить, если мы не хотим о нем думать, тогда появляются радикально настроенные люди, которые хотят все уничтожить вокруг, все, что есть в этом мире. Понимаете, это реакция нашей жизни. Это реакция на нашу жизнь. Атмосфера, реакция среды. Мы должны эту реакцию сейчас убрать из нашей земли, потому что эта волна уже пошла. Мы вчера уже сделали первый шаг. Мы взяли, неважно, какая аносфера в Вике, настроились на Сирию, начали желать всем счастья. И эта волна дошла туда. Я почувствовал, как теплее стало там жить. Наше тепло туда дошло. Всех 700 человек, которые присутствовали во время в этой молитве. И сейчас у нас будет настрой победы над судьбой нашей Родины. Я хочу вам сказать одну вещь очень важную, что когда испытания приходят в жизнь страны, то чаще всего люди не понимают, как им себя вести в этой ситуации. У них больше вопросов, чем ответов. Я вам сейчас точно скажу, как себя вести. Когда испытания приходят в жизнь людей, страна, когда находится в испытании, а так действует время, это время все делает. Никто не виноват в этом. Приходит время, и там наступает испытание. То страны начинают делиться, поляризоваться, понимаете? Появляются наши и ваши. Понимаете, да? И в это время, знаете, когда наступает война, когда есть слабые. Вот если все страны сильные, Россия, Украина, Франция, Англия, когда все страны сильные, крепкие, войны не будет. Война наступает тогда, когда кто-то слабее. Понимаете, да? Потому что поляризация заставляет сразу уничтожить того, кто становится слабым. И в чем заключается наш долг перед нашим народом, перед нашей страной? В этом году, в это время наш долг заключается в том, чтобы быть ближе к правительству, чтобы защищать правительство нашей страны, чтобы не было хаоса, чтобы не было беспорядков, понимаете? Чтобы наше сердце было ближе к тем, кто управляет страной, к тем, кто ей руководит. Представьте такую ситуацию. Допустим, вы чем-то не согласны с сержантом, но когда взвод идет в бой, и вы в это время начинаете с ним выяснять отношения, что происходит дальше? Взвод будет уничтожен, да? Потому что в нем нет дисциплины, порядка. Когда время нагнетает обстановку, люди должны приблизиться к правительству, они должны уважать правительство, прощать ему его ошибки, понимаете? Это долг народа перед своей собственной страной. Когда страна слабеет, когда накаляется обстановка, она попадает в логово войны немедленно. Если она становится сильной, никто не сможет на нее напасть. Понимаете, о чем я говорю? Это первое правило. А второе правило прямо противоположное. И кажется, что внешне оно как будто несовместимо с первым. Если мы любим своих, значит, мы должны им на линии чужих, да? Получается. Так вот, знайте, что духовная арифметика, она другая. Когда люди любят свое правительство, если они духовно настроены, они также должны любить другие народы, другие страны. И надо с любовью молиться, с любовью относиться к тем странам, которым сейчас у нас холодеет сердце. Понимаете? К западным людям, к американским людям, к мусульманским людям, ко всем у нас, с кем как бы разлад идет в отношениях, мы должны с любовью относиться к ним, ко всем, с любовью. Понимаете? Потому что люди ни в чем не виноваты. Время влияет на умы политиков. И народ просто пытается защищать свою страну от разрухи. Так же, как мы защищаем свою. Все страны защищают свою. А политики в результате влияния времени выясняют отношения друг с другом. И это нас не должно касаться. Я приезжаю в Англию, в Германию, люди также приходят и слушают мои лекции. Понимаете? Я приезжаю на Украину, полный зал в Киеве. Люди, хоть я из России, понимаете, люди приходят, у них нет вражды ко мне. Но я в России нахожусь. Понимаете, о чем я говорю? Что между людьми не должно быть вражды. Мы должны любить друг друга. Мы должны учиться любить. И эта любовь, она будет стирать препятствия отношений. Наши сердца, они должны черстветь. Они не должны быть жестокими. Они должны быть холодными. Потому что это состояние сознания называется нацизмом. Помните, как в Германии, да? Мы против всех и начинаем всех убивать потом. Люди должны учиться любить друг друга. В этом заключается смысл правильного понимания нацизм. Продолжение следует...